Всем привет! У нас дубль 2, глюкнула камера, обнулилась флешка, потерялась запись полудневной работы. Сегодня мы тестируем материалы ADUPP из того, что есть у нас на рынке в Украине представленного. Это грунты, это шпатлевки, скотч по пути присяпом пошел и наждаки. По наждакам мы вот эту дверь терли в ноль, потому что тут была рихтовка, такая плохенькая, то есть вытирали все в ноль. В 80-ке у нас ушло на полировальной машинке в общей сложности 5 штук, вот таких. Три из них было на эксцентрике, а две из них на полировалке. Наждак очень похож на 3М250P, 255P, который получается среднего качества, но не знаю сколько он по цене, что там он денег стоит, ну такой, серединочка. Работа лишь под лёгками здесь глаз, такая как тоненькая, растягивающая. Всё, можешь, Саша, открыть, пожалуйста? Открыть, мы покажем. Глаз и экстралайт, это лёгкое с гранулами стекла, микрогранулами. Ну скажу так, если глаз мне очень прям понравился, прям очень-очень на тонких протяжках, так вообще шикарно, то экстралайт не для этого в случае работы, то есть тут он себя, ну не проявил так, чтобы это прям понравилось. Мелкое зерно получается, а можно это? Мелкое зёрнышко тут получается, не зёрнышко, а волокно, хорошо тянется, прям приятно так тянется, удобно работать. Это с стеклом, с шариком стекла, то есть у неё на, когда ровная дотяжка надо сделать, вот она подходит. Здесь ещё не ровная дотяжка была, пытались поры затянуть, не совсем она туда пошла, то есть не понравилось мне. По стеклу ещё, что понравилось, она очень хорошо выходит на голый металл, то есть стяг на голый металл, это тёртая 80-кой, сбита 120-кой на орбиталке, нету никакой линии, чёткой грани, хорошо очень сцепляется получается, ну удобно работает и сохнет, в принципе нормально, под лампой 80 минут остывает, трётся изумительно, наждак можно сказать, что вообще не забивает. К сожалению, не показал, всё это снималось, но флешка ушла в минус. Тёрли электрическим рубанком основу, дотирали вот этот тремовский кубитром 80-ка, этим работали. Очень понравилась проявка колод, один в один мирка, стоит вроде бы как чуть-чуть дешевле. Ну это мы всё посмотрим. Перчатки колодовские, обалденные, тоже поюзал, понравились. Далее у нас по программе, будем испытывать, сейчас его поставили и куда-то убрали, вот оно. Леклер, жидкая шпатлёвка, очень интересно мне попробовать, благо довелось. И наносить мы это всё дело будем через Соголовский пистолет, который с манометром и редуктором отбора давления в бачок. То есть наносить мы будем жидкую шпатлёвку под давлением. Очень интересно попробовать, долго я ждал возможности его протестировать. Вот одна из возможностей этого пистолета, мы его сегодня попробуем на вот этом элементе. То есть попробуем жидкарь, попробуем как сохнет леклеровский жидкарь, само собой под лампочкой. И потом попробуем какой-то из этих грунтов. То есть, ну это вообще одинаково, только разного цвета. То есть нанесём, посмотрим как наносится через обычную грунтовочную дюзу 1.7 или 1.8. Как сохнет, как растекается, то есть интересно попробовать, почему бы нет. Хотелось бы обратить внимание, что это... Где? Где хорошо видно? Вот, видно хорошо. Что это литография, то есть это не наклейка, которая клеится в любом гараже, и потом материал уходит как какой-то брендовый. Это конкретно на заводе под заказ на банке наносят литографию. Вот это вот всё лицо красивое. Кстати, на банках указано, что с чем, как разводить. То есть это для начинающих как вариант удобно работать. Ну, по крайней мере, не халтура. Здесь же вот на леклере из того, что мне, вот лично меня не устраивает, переворачиваешь банку, а тут тебе пишут. А, читай ты ДС, чувак, всё, ты красавчик. Да, красавчик ты красавчик, когда у тебя есть программы, когда ты зашёл, полистал. Ну, это именно по АДИ ЮПИПИ, кстати, это с сайта для всех доступная. Ну, та же самая тема, если у леклера. Ну, мне, мне именно это не нравится. Не совсем удобно. То есть тебе надо к каждой банке иметь либо распечатку, либо лазить на сайт. Ну, на крайняк, конечно, запомните. Из вот этого всего на сегодня всё, что мы сможем попробовать. В другом видео мы ещё будем пробовать лак 60 и D60. Вообще не знаю, что это за лак. Ультра ХС. Или нет, где-то тут написано УХС, мне показывают. Короче, лак УХС. Будем пробовать АДИ ЮПИПИ и УХС 405 и Леклеровский. Будет интересно сравнить их, как бы, что как себя ведёт. По маске. Открыл я свою маску, померил. Довольно-таки удобно, но знаете, что мне не совсем понравилось, это вот эти вот выступающие части, они слишком выступающие. Звучит странно, но это лично моё мнение. То есть они слишком хорошо обхватывают нос. Меня аж даже чуть-чуть поджимают. Ладно, здесь у нас по графику. Сейчас сбиваем 80-120, 180 проходим на машинке потом. И разводим. То есть посмотрим, по сути, осталось реально, надеюсь, что ничего не случится с камерой. Вы посмотрите жидкарь, разведение, нанесение, сушку его. И как он трётся. Грунт, разведение, нанесение, сушку. И может быть тоже, как он трётся, должны сегодня мы успеть. В общем, в связи с тем, что нету пиктограмм сзади, ну очень надеемся на то, что их когда-нибудь, места-то достаточно, набьют для удобства пользования. Открываем программу, либо берём техничку. Где-то техничка была ещё. Листок. То есть можно так, можно этак. Вот в техничке всё написано по продукту. На 1000 мл, 20 мл. Количество слоёв 2-4. Но мы сейчас будем наносить не тем способом, которым думал мы будем работать производитель. Воздушная сушка 2-3 часа, 180-400, перетирка. Почему-то непонятно инфракрас, ничего не указали. Очень правильно, кстати, указано, что если продукт разбавленный, сушка происходит медленнее, чем обычно. Мы, в принципе, можем, поскольку будем не разбавлять, может попробуем, чуть-чуть капнем, как он продавливает через пистолет. Ну попробуем чистый отвердос. А если уже не будет хватать, тогда разбавился добавим разбавителя. Окей. Тоже ещё разбавляем 500 грамм. 500 грамм. Это 10 грамм отвердителя и 25 грамм разбавителя, если что. Ну я уже так посчитаю. Ну если бы точно 9,3-20, 3,4. Ну я, который на 1020. Ну то ж мл, опять же, не грамм. А вот если в граммах, то вот оно и моя ошибка. То есть 1 мл. Мы имеем удельный вес. Да, вес и объём – это разные цифры. То есть не сказать, что немаловажно, но всё равно. Вот я сказал 10 грамм, а надо 9,3 грамма. То есть можно даже 9 грамм, потому что сейчас тепло и жарко. Тепло и жарко, как я сказал. Есть осадок такой, причём хороший, да? По объёму я имею в виду осадок. Перецмешиваю и тщательно. Пару минут перемешиваю. Как и любой. Причём очень важно, я не раз и говорил об этом, что перемешивать надо линейкой, а не просто в банки телепать. Итого. Мы разбавили сейчас получается полкило или 460 грамм? Ну на выходе у нас должно получиться с разбавлением 500 грамм. Ну мы сейчас сделали без разбавления, ну почти 500 грамм. Ладно, мы сейчас не объём смотрим сердце, ситечка. Это ситечка 190 микрон, самое крупное, что есть. Такой густенький. Ну хорошо густая жидкая шпатлёвка. Специально сейчас пробовали не разбавлять пока что. Попробуем, как оно себя поведёт под давлением. Именно для этой цели, собственно, и изобретена эта вся конструкция к пистолету, которая должна выдавливать материал из бачка принудительно. Если что-то не получится, обязательно покажем. В принципе, жидкая шпатлёвка должна наноситься через дюзу 2.5 сама по себе так. Естественно, она наносится нормально. Ну сколько работ разных выполнено. Разными причём шпатлёвками. Ну за редким исключением говнистых шпатлёвок всё было нормально. Хай уж. Подставляем аккуратно, чтобы бачок не... Чуть вымазали. Дюза, значит, стоит 2.2. Игла с этой дюзы укомплектована. Давление сейчас будем пробовать выставлять сами в процессе нанесения. Подача будет откручена на полную. Факел тоже на полную. Масочку. Масочку. Чуть не забыл масочку. Так, смотрим, что у нас в бачок. Вот это манометр, который показывает давление в бачок. Это манометр, регулирующий давление на выходе из пистолета. Двоечка. А сюда... Ну поставим сейчас чуть... Не знаю, сколько надо точно. Будем пробовать. Как есть, так и пробуем сейчас. Вот это оно валит. Сейчас я это, дойду, дам в руки. Я такой скорости не видел. А ну, так, чисто для... Сразу, с ходу, как говорится. Вале там как будто грунт. Хорошо разбавленный. То есть давление в бачок. Ну я вот реально два прохода снизу и... Ого! Все. Ну, в принципе, на первый ход. Ну, получается, у нас на первый проход 480 дитограмм, да? Готового. Готового продукта. Без разбавления. Перелили, может быть. Может быть, может быть. А я... Ну, я внизу подливал, там кротара шли и сразу. Ну, эффект чувствуется по скорости. Разводим дальше. Короче, сейчас... Сейчас чуть больше разведем. И мы все зальем полностью. Только так же без разбавителя. Да, подходит. Чуть позже протестируем еще на рапторе его. Но это в другом видео будет. Прикольно. Не знаю, что тут 068. Я еще пообщаюсь с оголовцами, с ребятами. Для чего вот эта цифра? Ну, пока что в районе было 0, где-то 2. 0, 0, 2, 0, 2, что-то такое. И все нормально. Так, у нас тут косачок получился. Жидкая шпатлевка из-за того, что жарко. Засохло в стволе. Пока отмыли. Все мыли. Еще раз пришлось перемывать все. Дубль 2. О, вот это оно и факел даже уменьшить чуть-чуть. О, пошла жара. А ну, чуть-чуть меньшим. Вот, не достает. А ручку мы не за тебя тоже об этом стою и думаю. А ручку-то. Все, аккурат. Четенько хватило. Теперь оставляем это все сохнуть просто естественно на ночь. У нас как раз получилось так по времени, что мы не успеваем доделать то, что хотелось бы сегодня. И посмотрим, как оно высохнет естественно за ночь. Пистолет надо бегом-бегом отмыть, потому что шпакло сохнет довольно-таки быстро. Ствол показал себя, ну, хорошо. Мне, по крайней мере, понравилась вот эта вот скорость на материале, который не разбавлен. Сейчас чуть-чуть добавили разбавители просто, чтобы шпакло само по себе растянулось лучше. Ну, классно. По скорости реально быстро. Так, вчера мы нанесли жидкарь. Здесь два с половиной полных слоя. Здесь получается полтора слоя. Высох он за ночь хорошо. У нас почти 9 утра, то есть он постоял, ну, 15 часов точно. Больше, чуть больше. А сейчас попробуем перетереть его 120-кой. Просто как он забивает, не забивает наждак. Посмотрим. Это был уж на наждак, кубитрон. Покажу, что это 120. И попробуем. Специально пока не проявляю, чтобы хорошо видеть шагрень. Сейчас дойдем где-нибудь до плоскости, я остановлюсь. Посмотрим, как себя ведет шпатлевка на наждаке. А вот так себя ведет шпатлевка на наждаке. Без пылеотвода. Спецом ничего не подключаю. Крошится, как мука. То есть трется она реально хорошо. Прям удивляет. Но у нее есть инструкции, технички, где она. Мы вчера листали. Не знаю, показал, не показал вам. Продукт можно шлифовать через 2-3 часа после сушки. При 20 градусах. В зависимости, опять же, от толщины слоя. Сушка не допускается ниже температуры 10 градусов. То есть в условиях гаража осенью, весной, в принципе, прокатит. И самое, что главное в технике указано. Если продукт разбавлен, то сушка происходит медленнее, чем обычно. Мы же продукт только на последнем слое добавили 5%. Не 10%, а 5% просто для того, чтобы оно попробовать. Лучше растечется, не лучше растечется. Но стеклось реально чуть-чуть лучше. Все высохло за ночь. И работает все хорошо. Теперь, как перетираем, показывать не буду, не имеет смысла. У нас тут куча других еще тестов. Очень в инстаграме попросили ребята попробовать лак Д60. Попробуем его и попробуем его же сравнить с Лефлером 405. То есть параллельно на две панели буду наносить. А сюда, на эту дверь, попробуем лак ХС. Как он себя в нанесении, как он себя может быть даже попробуем потереть. Продолжим. Дверь перетерли на рубанке 120-кой и кое-где вручную чуть добили. По жидкарю. Жидкарь изумительный. Трется великолепно. Тут, как я сверху показал. Вся дверь перетерлась, пока мылись три пистолета. То есть я тер дверь. Саша мыл пистолет. И, блин, изумительно. То есть скорость хорошая. Наждак не забивает совсем. Плоскость. Вот тут было криво, очень криво. Тут шпатлевалось. Две шишки, которые были, они только наметились. Да, они сейчас вылезут, конечно, но мы тут грунтовать будем. Сейчас перетираем 180-кой. И вот прямо на 180-ку навалим таких два хороших слоя грунта. Пощупаем грунтец. Очень хороший идет, где видно, выход на металл. Нету полосы. Есть ровный, гладкий сход. Жидкар мне очень понравился. Вообще кайф. К нему надо чуть приловчиться по его разбавлению, чтобы снизить шагрень. Потому что вот видно, это шагрень первого слоя. То есть мы на сухой уже потом нанесли. Просто чуть-чуть выровнять, отрегулировать шагер, чтобы меньше пилить. Но когда высыхает, она дотягивается. Так интересно, свойства. Перетрем 180-кой, адевским наждаком. По наждаку так. Работает по металлу с опаской. Я, по-моему, показывал. У меня просто же говорю, камера выключилась. Мы пятью наждаками, 80-кой, полностью сняли дверь. Две из них было на машинке, на полировалке. Три на эксцентрике, 3-миллиметровом. То есть металл так. Увидел металл, чуть поработал и умер. По грунту, по жидкарю, я уверен, что наждак будет терпимо себя вести. Так, 120, 180 надо. Есть, есть. 180. Машинка будет... Хамоч, да? А, и проявочка нужна. Можно? Еще по машинке. Я ее вчера первый раз взял в руке. Она такая, среднего размера. Есть чуть больше еще здоровее лопаты. Но есть и гораздо меньше машинки. Я не знаю, сколько она стоит, но мне понравилось тем, что вот эта тройка, она руку не напрягает вибрации. То есть что-то близкое к электрике. То есть электромашинке. Но опять же, 3-миллиметра ход, ход маловато. Итак, все перетерто. Протиры уже от машинки, потому что на мягкой пробивали. 120-й риску, 180-м наждаком. Сейчас... А, блин, Саша, все в кучу сложил. Давайте посчитаем. Раз. Два, три, четыре, пять. Пять наждаков на дверь. Честно скажу, результат меня не впечатлил. То есть как только... То есть работаем вот тут нормально. Как только касается металла, снимаем и выкидываем. Если 80-ка еще хоть как-то жила, то 80-ка слабо себя показала. Я не думаю, что настолько слабенько будет. Ну как... В средней схеме два наждака. В идеале возьмем тот же премиум класс. 180-ки Кубитрон Плюс. Один наждак на две вот таких дверей. В легкую вообще. Прям... Прям... Оп и все. Так, ну наждаки-то такое. Мне сказали их цену, но она вообще смешная. То есть, ну, копейки. Что стоит ожидать от копеечного наждака. В принципе, вот по копейкам посчитать. Мы еще даже не дотянули до одного Кубитрона пятью наждаками. Далее идем. Сейчас все обезжириваем Лехлеровской обезжиркой. Медленной, по-моему. Да, медленный, я снова. И возьмем 4 к 1 грунтец. Посмотрим, как он разводится. Как он наносится. Может быть, как трется. Вскроем, глянем, как он там отстаивается. Потому что очень интересно всегда, насколько много осадка по количеству. Чпунь-чпунь. А, можно? Это можно? Да. Жиденько жить. Пошел гуще, гуще, гуще. Гуще. Ну, прям такой, чтобы сильно выпал в твердый осадок. Нет, он не перемешан был? Вот так вот стояли, ночь никто не трогал, да? Ну, и получается, что он не выпадает в сильнейший осадок. Под черную машину взяли, это самый темный, да, серый? Который есть. Самый темный? А черный у них есть? Правильно, не люблю черный. Сколько раз ведем? До единицы? Или до двойки? Ну, первый раз до единицы. Первый слух. Смотрим, как он. Это будет грамм триста готового, да? Банка литровая? Угу. Грамм триста, наверное. Еще не надо забывать о конусности банки. Хотя, может, давай, наверное, по двойку. Да, во-первых, надо все равно разбавлять. Вольном уже пацанам что-то. Чтобы было, что чухать. Ну, да. Чухать-то не нам, чухать-то другим. Ух ты. Легко открылось. Приятно. То бы вот ногти рвешь, она порвется, и потом долбишь ее отверткой. Пока выпил пашу. Сколько у него разбавителя? Ну-ка. Написано? Не написано. Просто четыре к одному. Можно пощупать его. Сейчас, сейчас надо вымешать. Ну, он не очень густой, сказать. Есть грунты гораздо гуще. Тот же гринтифиллер открываешь, а там ого-го. 40% у него дай. То тут, можно сказать, готовый он. Не, ну, чуть-чуть, чтобы больше, лучше растекся, думаю. Тем более жарко сейчас, да. А для такой демисезонки. Акриловый разбавитель. Грунтуем свалком, а так? Мне без разницы. Можно свалком. Попробую заодно этот пистолет. Тот-то я уже хоть в руках подержал, а этот еще не держал. Мы еще нагрунтуем. Свет включить? Да, не надо. Он будет в глаза светить. Это Slim? Да. Или двое? Нет, тут 2,5 стоит на жидкой, но мы сейчас поменяем. Честно скажу, я Slim, когда пробовал его 1,3 для покраски, ну, ни в чем я не впечатлен. Акриловый разбавитель. Факела нет для краски. Ну, это же самый дешевый, дешевле некуда. Для грунта он нормальный. Для грунта он что-то идеально. Сейчас попробуем. Как покраска он чуть-чуть у тебя не нравится? Мне не понравился он на покраске отсутствием факела. Во-первых, он узкий. Плюсом нет 1,4 дюза, это тоже мне не понравилось. Не знаю, что они так сделали, но как есть. Ну, попробуем сейчас на грунте. Потому что, скажу так, неактуально сравно, тут ценовая политика не совпадает с этим, с иголой. То есть, их нельзя ставить в один ряд. В общем, сейчас попробуем этот грунт Slim HTE с дюзой 1,7. То есть, чисто под грунт. Я пробовал Slim на краске 1,3, мне он не впечатлил вообще ничем. Попробуем. Это самая дешевая версия пистолета. В принципе, грунт указано, что можно на голый металл. Но все равно, если есть задача конкретно защитить от коррозии, то лучше кислотничком хотя бы с баллона припылить. Либо эпоксидом. Именно открытый металл. Продолжение следует... Продолжение следует... ну чё так нормально грунтовочный то есть как грунтовочник вообще будет да тут все в принципе да ну курок курок полностью ну я не скажу что супер быстро ну принципе для грунта слой нормальный по шагер тоже нормально ну дюза 1,7 я обычно с 1,8 сидел но мы растворителя капнули буквально чуть-чуть но он сам по себе не густой мы сейчас не к материалу вопроса к тому что по скорости ну ну есть можно работать вопрос в том что он стоит недорого очень очень недорого это что когда уже был опыт и выбор есть то все равно скажешь да говно есть гораздо лучше вопрос дарим комплекты есть первый слой высох минут за всем на улице сейчас смелых тридцатных можно сказать слой получается не толстый пистолет работает на свою работу выполняет но он разбивает грунт и получается он меленький толсто сейчас я попробую уменьшить давление просто будет процесс происходить медленнее поставлю полторы атмосфера ну как то так по скорости я ему сейчас задушил давление на полторы конечно медленнее но зато толсто такое пистолет как бы решает некоторые вопросы соответственно по качеству и цене да когда он заливает хорошей скоростью у нету перепела когда грунт на больших площадях он ложится ладно один элемент один элемент не вопрос ничего страшного а куда нет сразу нет я помню не стал бы так три слоя грунта накидали выкатили на солнце у нас к сожалению не остается времени чтобы подождать пока она полностью высохнет потереть этим всем мы займемся в киеве поскольку главный офис компании в киеве там и леклер и ади то есть все в одном будет очень удобно пробовать материалы попробуем там уже но по нанесению уменьшив давление уменьшив скорость получил большую толщину нанесли шагер меленький то есть если сам процесс перетирания происходит нормально то вытираться на будет легко это мы проверим как я уже сказал чуть чуть попозже в итоге по материалам по шпатлевка ади глаз с мелким волокном изумительно экстра light которые с мелким стеклом гранулами стекла мы поняли только что буквально поняли сделали эксперимент что мне чуть чуть не понравилось у нас получается там где тонко протянули все нормально вот тут сверху вверху где тонко протягивал чё я говорю что мне не впечатлила шпатлевка она легла на голый цинк и в этом месте у нас тонкий слой он просто не высох отсюда у меня такой вывод сейчас сделали тест на лакокрасочные все нормально мы обязательно переделываем тест это шпатлевкой потому что такое оставлять невесомости тоже не хочется непонятка получилось просто подошли люди сторонние сами рукой так провели и ногтем ой блин а чего это говорят такое типа некрасивая вытерли и не стали уделять этому вниманию просто буквально час сейчас разобрались цинк все очень просто очень много шпатлевок который к цинку не имеет адгези дальше идем по жидкарю жидкарь изумительный через подачу материала под давлением с верхнего бачка согова 3300 прошло все замечательно высох он за ночь шикарно перетерся тоже хорошо все очень грунт жиденький разбавился буквально там пять процентов наносился нормально через slim волком медленновато но нормально в принципе на этом как бы все дальше будем тестить материалы уже в киеве сделаем такой себе тренировочную базу там можно будет все приехать попробовать сделать какие-то выводы по большей длительности по времени потому что мы сможем понаблюдать потом за результатом здесь же мы закончили сейчас подойду к крылу покажу где тестили кусок шпатлевки вот на крыло нанесли чуть-чуть шпатлевки на риску то есть все как положено начали вытирать все нормально да чуть-чуть под забивает буквально там самую малость но ничего ногтем не ошелушивается все лежит на лак окрасочном материале а у нас же была проблема чуть-чуть положили на голо все тут уже собираемся движим на киев все остальные эксперименты уже будут всем спасибо за внимание если есть какие-то вопросы в комментарии магазины все в комментарии все туда спасибо александр за помощь всем пока